По итогам первого тура президентской гонки во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с более 28% голосов. Конкуренцию во втором туре ему составит бывший лидер ультраправой партии национальное объединение Марин Ле Пен. У нее около 23% голосов. В данном случае мы видим две основные противоборствующие силы. Это национальный фронт Марин Ле Пен и партия, которую условно называют период республика, это партия Макрона. Марин Ле Пен, бывший лидер ультраправой партии, придерживается национальных начал своей предвыборной кампании. Ее главный интерес это налаживание уровня жизни французской части населения страны, а также сохранение традиционных ценностей французов. Она выступила против иммигрантов на территории страны, а также заявила, что антироссийские санкции негативно сказываются на гражданах Франции. В своей предвыборной кампании она обещает гражданам защиту покупательской способности в условиях начинающегося кризиса. В предвыборной кампании она заявляет, что планирует вывести страну из НАТО. Она обещает добиться реформы всего Европейского Союза, а также заменить его на Альянс Европейских Наций, который состоял бы из союзников, что обеспечило бы стране больший суверенитет. Партия Марин Липен – это уже достаточно устойчивая политическая сила. Она действует уже на протяжении более 50 с лишним лет. И основателем вот этой политической силы Национального фронта является еще отец Марин Липен, Жак-Мари Липен. Эммануэль Макрон в политическом спектре занимает центристскую позицию. Что касается внутренней политики действующего президента, он представляет богатую, но малочисленную часть республики. Помимо этого, Макрон, стремящийся к миротворческим началам, во время предвыборной кампании сделал акцент на внешней политике, а не на внутренней. За это его начали критиковать как левые, так и правые партии, называя его предвыборную кампанию неудачной и нелогичной. Также Макрон накануне отказался от предвыборных дебатов со всеми кандидатами, что позволило Марин Липен почти сравняться с Макроном в первом туре. Если мы говорим левое движение, социалисты, то, например, того же самого Макрона его нельзя относить к левому, потому что это на самом деле представитель богатой Франции. А левые партии, социалистические, это представители народа. Поэтому Макрона правильнее характеризовать как центриста с небольшим левым уклоном. После первых результатов президентской гонки в стране начались массовые акции протеста как против действующего президента Франции Макрона, так и против кандидата Марин Липен. Действительно, французы как бы недовольны своими политиками. И даже приходилось слышать такое выражение, что после Деголя у Франции не было ни одного сильного президента. Все президенты, они как бы достаточно слабые. И, соответственно, политика в целом слабая. И вот эта вот ситуация, она как раз отражается и на строениях общества, и на низкой яркой избирателе. Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля. По данным соцопроса Французского института общественного мнения, во втором туре Макрон может набрать 51% голосов, а Марин Липен – 49%. Роберт Хасанов, Ангелина Трынина, Универньюз.